Привет, друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров, и я нахожусь в своем собственном саду. Это то, наверное, о чем я мечтал, то, для чего я сюда ехал. Вот, пожалуйста, машина, вот, пожалуйста, дом, точнее, это дача, потому что настоящий дом за ним находится, то есть здесь два дома, хотя это точно такой же дом, в нем абсолютно все то же самое. И вот, пожалуйста, садовый участок, вот все, что я хотел. И это, причем, находится в центре самого крупного и важного города Австралии. Ну, не совсем в центре, на окраинах, но все равно это же город, это же не загород, это район, в общем-то, Сиднее. И меня спрашивают, вообще, самое главное, что я здесь выращиваю. Ребята, очень много выращивается для того, чтобы на будущее, например, деревья. Деревья, это, как я понимаю, когда они будут, может, достаточно большие, то есть им будут по лет 8-10, после этого можно оставить очень-очень маленький такой объемчик земли свободной. Остальное это будет, как бы, под деревьями, то есть крона будет сплошная. И поэтому я бы сказал, что у меня основной упор, кроме деревьев, будет делаться на 5 основных культур. Ну, не совсем культур, но, скажем так, 5 направлений. Первое это чили перец, я его не ем, многое вам не рекомендую, но это очень хорошо для вашего организма, для вашего самочувствия, для кровообращения, сердечно-сосудистой, но не переборщайте, потому что это аллерген. То есть это может стать аллергеном, если вы будете есть это достаточно неумеренно много. Второе это мята. Вот, кажется, мята это куда проще. Да, это просто. Мята это даже может быть в какой-то степени, опять-таки, если переборщить, будет вредно, особенно для мужчин. Но мята вместе с лимоном и немного перцем, это дает отличную приправу. Особенно зелень туда еще набрать. Вот эта вот приправа, с ней можно есть все, что угодно. И поэтому вот это вот второе направление, которое есть, это мята. Чаи с мятой отпад, то есть любой чай берете, кладете мяту. Можете мелису, это кошачья мята, там просто звучит классно, мелиса. Можете перечную мяту. Я считаю, что это очень важно. Очень многие ребята сейчас помешаны на специальной такой воде. Вода настоянная на мяте, на лимоне, лайме нарезанном. И некоторым другим. Ну, допустим, тархун и прочая экзотика. Я считаю, что это очень полезно, очень хорошо. Но я не думаю, что это такая панацея. Есть возможность пить воду, нет возможности пить это. Лучше, ну, горячую теплую воду, это самое лучшее, что вы можете пить для здоровья. Особенно, когда вам надо поднимать иммунную систему. Вот то, что я вам сказал первое, это как раз для иммунной системы. Вот эти вот, вообще все эти специи, что я сейчас говорю, все эти культуры, они хороши для иммунной системы. Капуста. Капуста является очень ценным овощем. Капуста в борще, капуста тушеная, капуста квашеная. Я делаю упор на капусту настолько, что, в принципе, мало потребляю какие-то каши, мало потребляю какие-то гарниры. Я это замещаю капусту. Тут тебе и гарнир, тут тебе и закуска. И очень полезно, особенно квашеная капуста, она крайне полезна для организма. Это очень важно для тех ребят, которые учатся здесь. Потому что я уже рассказывал и показывал в видеороликах, как делать капусту квашеную просто элементарно. И если хотите, можете посмотреть эти ролики. Если не можете найти, наберите квашеная капуста, и вы просто в поисковике на ютюбе это все дело найдете. Следующее, четвертое, это зелень. В зелень я и луковые, и петрушки всякие, сельдерей, и укропы, все это загоняю в зелень, зелень пряности. Это очень здорово для иммунной системы, это очень вкусно. С этим можно съесть вообще все, что угодно. Но растет это очень легко. В принципе, и череперец растет легко, и вся эта зелень у нас растет очень легко. Капуста, в принципе, надо бороться с бабочкой, а так растет тоже замечательно. И, кстати, всю зиму, как и зелень, поэтому это очень выгодно. Я делаю упор на это все, потому что, и мята, кстати, тоже, потому что, когда будут сплошные деревья, для всего этого нужен будет очень маленький сад. Ну, огород может быть полсоточки хватит на все, даже может быть меньше. 30-40 квадратных метров вполне хватает для того, чтобы все это выращивать. Это будет выращиваться на части фронт-ярда, перед домом. И, может быть, где-то здесь, около курятника, или бывшего, скажем так, курятника, здесь тоже очень хорошо растет. Вот здесь тоже будут выращиваться. И последнее, это лимон-лайм. У меня есть лимонные лаймы. Преимущество, они деревья, то есть они вот в этой системе деревьев будут органично стоять. Все эти апельсины, все это как бы фанки вещи, они не очень нужны. Но лимонный лайм, это очень хорошо для лимонной системы. Это прекрасные напитки, это прекрасная база вместо уксуса. Вы можете использовать сок квашеной капусты для топпинга. И, ну, вот, собственно говоря, и лимонный сок, то есть и лайма сок. Лайм и лимон, они очень похожи, но можете чередовать, чтобы не забился у вас, не забился вкус одним и тем же. Поэтому у меня несколько видов лайма, то есть два вида лайма, два вида лимона. Вот, они зреют круглый год. То есть получается, что вы снимаете, снимаете, свежие, 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 уже цветет, уже маленькие какие-то. Ну, короче говоря, хранятся хорошо, соответственно, у вас круглый год свежие лимоны. Вот эти пять базовых овощей или, я не знаю, каких-то продуктов с вашего сада-огорода будет база у меня. Да, безусловно, макадамия, потому что она местная, безусловно, какие-то ягоды, безусловно, манго. Но манго, что плохо? Манго и авокадо очень долго растут. Авокадо будет, но это дерево. Манго, дерево. В принципе, лимон, лайм тоже дерево. Они точно здесь будут, они будут в обилии. Вот, они не требуют особого ухода. То есть, поначалу вам надо, чтобы они укоренились и стали, ну, вот такого роста, как этот мандарин. Вот, за мной вы видите, насколько я понимаю, макадамия. Вот, когда это все укоренилось, у вас уже вообще low maintenance backyard. То есть, вам уход за backyardом, да, вашим задним двором будет минимален. Вот, выращивание таких вещей, как свекла, как клубника и так далее, это все optional. Это можете делать, можете не делать. Дорогие друзья, я думаю, что я ответил на ваш вопрос о том, как и что выращивать в огороде-саду в Австралии. Учтите, это Виндзор. Соответственно, это более холодный климат, чем, допустим, Бризман или даже сам материковый, да, Сидней. Вот, и здесь, допустим, с Манго проблем, в Папайе имеет проблемы. Папайе вообще в нашем штате имеет проблемы. Вот, но это все можно, это можете играться. Но для основного насыщения вашего, скажем так, организма и повышения иммунитета, потому что все эти ковиды, все эти стрессы, все, что нас сверху, это дерьмо, которое нами управляет, спускает, все это понижает нашу иммунную систему. Мы должны бороться, мы должны иммунную систему поднимать. И вот эти вот культуры, они поднимают вашу иммунную систему. Спасибо.